Всем привет! Турецкий кинематограф не перестает радовать нас новинками. Этой осенью на экраны выходят много захватывающих сериалов. Самыми интересными я вас ознакомлю в этом видео. Сразу перейдем к самой ожидаемой премьере сезона. Барбароссы. Меч среди земноморья. Исторический турецкий сериал, один из самых ожидаемых премьеров осени. Эта картина расскажет удивительную жизненную историю одного из самых влиятельных фашей за все существование Усманской империи. Его имя Хайреддин Барбаросса. И его называли эмиром всех эмиров. А для всех морей и океанов этот человек считался грозой. Благодаря данному проекту зрители смогут увидеть великие военные подвиги и личную жизнь легендарного Паши. Помимо того, Хайреддин Паша завоевывал новые морские территории для своего великого и могущественного государства. Он вынужден был успевать решать и свои личные дела. Повествование о девушке по имени Эзо в новом турецком сериале Чужая. С раннего детства героиня обделена материнской любовью и лаской. Отец не уделял родной дочери должного внимания. Ну а мачеха и вовсе считала девочку лишней в доме, не упуская случая ранить как можно больнее. Желание обрести нормальную семью Эзо выстрадало с малых лет. Девочка выросла и вышла замуж за хорошего парня по имени Харун. Но мечта построить с ним идеальную семью разбивается стараниями свекрови. Оказалось, что мама Харуна вырастила сына только для себя. Свекровь не стесняется любых средств и способов, чтобы выжить из семьи неугодную невестку. Как закончится эта драма и сможет ли Эзо обрести семейное счастье узнаем этой осенью. Следующий новый сериал, который порадует нас, примеры этой осенью – это все о браке. Чоупан в разводе, Азра замужем, Гюнеш готовится к свадьбе, Санэм категорически против самой идеи брака. Этих четырех женщин объединяет не только кровные лузы, но и работы. Они адвокаты, специализирующиеся на бракоразводных процессах. Однажды одна из них решает перейти в другую юридическую фирму, а это грозит тем, что родные люди могут оказаться по разной стороны баррикад, защищая своих клиентов. Это приводит к тому, что начинают раскрываться их собственные тайны прошлого, а иногда развод – дело грязное, ведь приходится вываливать наружу все самое сокровенное. В сериале зрители увидят разные истории людей, которые решили развестись. Перейдем к следующему, не менее интересному сериалу, который называется «Один из нас». В этой истории речь пойдет о любви между Адемом и Хавой, перед которыми на пути к счастью стоят обычаи и традиции. Адем – ирландец из ортодоксальной семьи, сын католического священника. Ахава росла в Мармарисе в семье, где счет и соблюдает мусульманские обычаи, а ее отец – местный, уважаемый богослов. И вот перед возлюбленными возникает сложная проблема, как уговорить родителей отставить попытки разлучить их и пожениться. Драматическая история в новом турецком сериале «Сказка далекого города» порадует своим захватывающим сюжетом. Умай на протяжении долгих лет ради своих детей терпела измены и деспотичность мужа Афана. Но однажды ее терпению приходит конец. Она узнает, что у ее мужа есть на стороне другая женщина и ребенок. Умай забирает детей и сбегает из особняка, где нет ей счастливой жизни. Она едет к своей старшей сестре Сонай, которая живет в глухой деревушке. Как далее выясняется, в доме Сонай укрылся еще один беглец – Кюршат. У него темное прошлое, жизнь полная тайн, однако его мужественность и благородство покоряют сердца двух сестер. А Кюршат влюбляется в Умай. Она тоже любит его, но перед их любовью стоят Афан и Сонай. «Азиз» – турецкий сериал, рассказывающий историю о судьбе Азиза Пайдара, роль которого исполняет Мурат Йилдером. Событие происходит в Антаке в 30-х годах прошлого столетия. После случая, когда погибнет французский лейтенант, судьба нашего героя очень сильно изменится. Азизу придется не только покинуть город, но и попрощаться со своей возлюбленной Диль Рубой. Он надолго уедет в те края, где он когда-то вырос. Пройдет немало времени, пока этот случай станет забытым. Но только после этого Азиз сможет вернуться обратно. Но, как нам известно, жизнь не стоит на месте. Азизу вновь придется начать все с чистого листа. В центре новой картины «Лжец» находится молодая и привлекательная учительница по имени Денис и доктор Мехмед Эмир. Мехмед приглашает Денис на свидание, которое навсегда перевернуло жизнь обоих героев. Учительница обвиняет в изнасиловании известного доктора, который является отцом одного из ее учеников. Кто виноват? Каждый герой рассказывает свою историю случившегося, но на чьей стороне правда. События между учительницей и доктором приобретают резонанс в обществе. За дело берутся настоящие профессионалы, которые готовы пролить свет на эту историю. Детективно-психологическая драма никого не оставит равнодушным. Новый сериал «Осуждение», в котором ставится вопрос, насколько можно доверять даже самым близким людям, ведь у каждого есть свои секреты. Он перевернет с ног на голову концепцию домашнего доверия. Лгаз – прокурор. В его обязанности входит доказать виновность и посадить преступника в тюрьму. А Дейлин – адвокат, который обязан защищать своего подзащитного при любых обстоятельствах. В пути адвоката Дейлин и прокурора Лгаза пересекаются при расследовании загадочного убийства. И, как указывают улики, замешан в этом младший брат Лгаза. Теперь перед ним стоит сложная дилемма. Как он сможет посадить в тюрьму своего собственного брата? А Дейлин станет им обоим опорой и поддержкой. Альф Арслан – турецкий сериал, который обрадует поклонников проекта «Пробуждение. Великие Салджуки». Фанаты Великих Салджуков прекрасно помнят слова Меликшаха, который не раз повторял, что он сын Альф Арслана. История Санджара и его отца Меликшаха закончилась успешно, но продолжение не получила. Второй сезон об Альф Арслане является приквелом этой истории. Альф Арслан известен в истории как Мухаммед ибн Дауд. Он является вторым по счету султаном в истории Сальджукского государства. Альф Арслан – полководец, сражавшийся во время переселения чурок из Средней Азии в Анатолию. Армения, Западный Иран, Грузия и некоторые страны Малой Азии были завоеваны Сальджуками именно во время его правления.